В детской поликлинике говорят так, пугают гриппом только по телевизору, а у нас сезонный рост заболеваемости. Дети болеют, но все под контролем. Мы отмечаем большой подъем заболеваемости. Ну вот у нас в принципе в понедельник было количество вызовов 249 вызовов. Значит во вторник у нас было 190, в среду было 170. Отмечается увеличение подъем заболеваемости респираторно-вирусной инфекцией и гриппом. Участковый педиатр Ирина Алексеевна Иванова говорит, что только половина всех вызовов на дом действительно ОРВИ. В остальных случаях родители перестраховываются, что к слову вовсе не предусудительно. Врач подчеркивает самолечение, мамы в последние годы не злоупотребляют, но все же допускают простые, но очень грубые ошибки в мерах профилактики. Посоветовала бы ограничить посещение детей в всяких общественных местах. И, например, магазины, те же аптеки, которые идут родители, ведут в аптеку своих же детей. Не попасть в рассадник заболеваний, ограничить ребенка от концертов, секций и любых мест скопления народа. Это очень важное правило, которое способно уберечь от болезни всю семью. Приходя домой, помнить о чистоте. Моем руки, промываем носик, ротик. То есть там больше ничего не надо, если все хорошо это делать. Проветривать помещение, делать чаще влажные уборки. Потому что вирус садится на сухой воздух. 11 участковых педиатров сегодня ведут прием в обычном режиме. Для выездов специалистов на дом выделили дополнительный и третий автомобиль. Это для вызовов в поселке Ленинского района. Трех врачей на время карантина перевели в поликлинику из образовательных учреждений. Прием дежурного врача в субботу продлили с двух до четырех часов. Если будет необходимость, то доктор будет принимать в выходной день и до шести, и до восьми. Пока в поликлинике уверяют, с наплывом заболевших справляются. Всех посетителей просят приходить в одноразовых масках. Чаще проводится влажная уборка. Включены как бы ультрафиолетовые облучатели. В больнице работает бокс. Если привезут ребенка с температурой, врач осмотрит его в неотложном порядке. Прием всех здоровых детей – это плановое посещение или профилактические прививки – пока отменен. На фоне всех экстренных мероприятий врачи напоминают, бояться зимнего заболевания следует с осени. Впрочем, вакцинация против гриппа популярности у мам и пап не пользуется. Ну, конечно, не все родители желают или хотят делать прививки. Потому что, как бы сказать, есть со стороны родителей немножко негативное отношение к проведению профилактических прививок. Так, привитых детей на весь район чуть больше полутора тысяч. Родители боятся отрицательной реакции детского организма на прививку. Врачи, в свою очередь, уверяют, что опасения напрасны и не обоснованы. Да, бывают случаи, когда ребенок получил прививку, но он заболевает. Но он заболевает, может, в более легкой форме. Грипп опасен, но извлечим. Будьте чуточку внимательнее в эти дни к своим детям. Если заметили общее нарушение самочувствия – вялость, капризность, сонливость – обратитесь к врачу. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.